Всем привет! В этом видео мы с вами рассмотрим, что такое физическое тело. Помните, как мы прикрепляли геометрию к ноду? Так вот, также мы можем прикрепить и физическое тело к нашему ноду. Что такое физическое тело или physics barry? Физическое тело – это, по сути, тело нашего объекта. Именно оно отвечает за все основные физические характеристики наших объектов, таких как трение, упругость, сопротивление, массу, скорость, гравитацию. А также оно придает объектам физическую форму. Геометрия определяет визуализацию нода, а физическое тело определяет, как нод взаимодействует с другими объектами во время физической симуляции. Одним из ключевых свойств, которые вы должны указать при создании физического тела, это его тип. Тип физического тела определяет, как тело взаимодействует с силами и другими телами. В синкит есть всего три типа физических тел. Первое – это статические тела. Они не перемещаются, зато другие объекты могут сталкиваться с этими телами. Сами статические тела не подвержены влиянию каких-либо сил и различного рода столкновений при симуляции. Вы можете использовать этот тип для таких вещей, как стены, полы или массивные неподвижные волны и так далее. Следующее – это динамические тела. Их лучше всего использовать тогда, когда вы хотите что-то двигать на сцене или сталкивать. Это могут быть снаряды, летательные объекты, всевозможные анимированные персонажи. Они имеют массу и объем. Они могут быть затронутыми силами гравитации, могут принимать основные физические свойства. Следующее – это кинематические тела. Они аналогичны статическим телам, поскольку они также не подвержены влиянию сил и различного рода столкновениям. Однако вы можете перемещать эти типы тел, и они могут также сталкиваться с динамическими телами. Вы можете использовать этот тип тела для таких вещей, как движущийся лифт или дверь, который может открываться и закрываться и так далее. К дополнению к типу тела необходимо еще указать другое свойство при создании физического тела. Это его форма или шейп. Физика формы определяет используемую трехмерную форму физическим движком во время обнаружения столкновения. Чтобы позволить физической симуляции работать как можно быстрее, мы должны использовать простые геометрии для определения физической формы. Обычно мы определяем физическую форму как простой ограничивающий прямоугольник, сферу или одну из предоставленных примитивных форм, которые примерно соответствуют видимому ноду, как вы видите на картинке. Теперь, когда вы изучили теорию физического тела, пришло время использовать эти концепции для перемещения объектов в нашей игре. В синкит все физические тела являются объектами ACN Physics Body. Перейдите, пожалуйста, в наш проект и откройте BirdSim, наш сцену. И в инициализаторе перед root нота ChildMTBird напишем следующее. Возьмем наш нот MTBird и вызовем у него свойство PhysicBody. И установим следующее физическое тело, используя третий инициализатор. Значит, тип физического тела мы будем использовать Dynamic и SM Physics Shape. Физическую форму мы будем использовать, беря форму из геометрии. Давайте я здесь напишу BirdGeo, мы ее чуть позже опишем. И OptionNeal установим. Окей, теперь опишем нашу геометрию. Значит, берем ACN Сфера. У нас будет сфера, так как птичка у нас круглая, то геометрию примерно будем использовать круглую. И радиус поставим 0,0,5. И теперь давайте снова возьмем MTBird и установим какие-нибудь ей характеристики. Так, ну, предлагаю использовать массу. Массу ей установим в значение 5. Дальше возьмем MTBird Physics Body и установим коэффициент скорости. VELOCITY FACTOR Коэффициент скорости поставим в значение 1,1,0. Дальше. Также мы применим коэффициент угловой скорости. Это Angular VELOCITY FACTOR ACN VECTOR 3 0 установим. То есть 0,0,0. Давайте сбилдим, посмотрим, чтобы ошибок не было. Отлично. И также мы применим к нашей всей сцене гравитацию мировую. Это отвечает свойство Physics World и вызываем его gravity. ACN VECTOR. Так, ну, гравитацию будем по Y применять. Итак, давайте перейдем теперь в GameView Controller и используя метод touch began мы будем поднимать нашу птичку. То есть, когда будем тапать на наш экран, наша птичка будет как бы подниматься вверх. Если мы этого делать не будем, под действием гравитации она будет стремиться к земле. И напишем следующее здесь. Берем нашу сцену VCN SIM и нам надо обратиться к нашему ноду Empty Bird. Так, его нету. Тогда сделаем следующее. Здесь я напишу Bird SIM. Вот это дело я уберу. И теперь попробуем обратиться к нашему ноду Empty Bird. И у него вызываем Physics Body и у Physics Body вызываем скорость Velocity. и установим следующую скорость S-Invector. Скорость у нас будет иметь значение 0, 2, 0 по оси Y. Давайте запустим, посмотрим, как у нас это все будет выглядеть. Итак, я остановлю наш проект. Отлично. Предлагаю сейчас поговорить о таком понятии, как действия или actions. Synkit предоставляет нам 4 основные категории действий для управления нодом на сцене. Это Move, Scale, Rotate и Fade. То есть управлять мы можем положением, масштабированием, вращением и непрозрачностью нода в пределах сцены. Также есть еще 2 специальных действия. Это Sequence и Group. Используя Sequence мы можем запускать действия последовательно друг за другом, а при Group действия будут выполняться одновременно. Действия мы можем создать либо в Synkit Editor, либо в коде, используя класс SCN Action. Затем действие назначить на экземпляр ACN Node и после этого запустить его на нужном ноде, используя метод Run Action. Итак, давайте мы с вами перейдем в BERT Sim. Создадим перемену, я назову ее Rotation Sequence. Это у нас будет действие ACN Action. Итак, что предлагаю сделать? Когда у нас птичка будет лететь наверх, то она пускай будет поворачиваться к верхней части экрана. А когда падает низ, будет делать поворот к нижней части экрана. Напишем следующее Let Rotation Action 1 Это у нас ACN Action точка. Будем использовать метод Rotate To Axis Angel. Сюда мы должны четырехкомпонентный вектор передать. Ось вращения будет X, поэтому значение 1 устанавливаем. И когда она будет подниматься наверх, то будем нод поворачивать на угол 0.58. Давайте на 0.78, чтобы более заметно было. И тайм интервал 1 секунда. И также создадим второй action. Когда у нас птичка будет падать вниз, то мы будем ее, наш нод разворачивать на угол минус 1.57. И duration 2 секунды ставим. Также давайте у Rotation Action 2 вызовем свойство Timing Mode и поставим значение Easy Out. То есть в конце будет аниматься плавно. Берем наше свойство Rotation Sequence вызываем SCM Action и у него вызываем метод Sequence. Сюда мы должны передать последовательность наших действий. Это действие номер 1 и действие номер 2. отлично теперь перейдем в Game View Controller и где Touch Begun здесь напишем SCM Sim мы должны обратиться к нашему ноду Bird у него вызовем Run Action метод с помощью которого мы будем запускать нашу анимацию и вызываем нашу перемену Rotation Sequence отлично давайте запустим посмотрим как это все будет выглядеть отлично на этом видео закончу спасибо за внимание пока